Уважаемые коллеги, на совместном заседании Госсовета и Совета по реализации приоритетных проектов и демографической политики нам предстоит обсудить вопросы устойчивого развития российского села. Я знаю, что много было дискуссий по ходу подготовки к сегодняшней встрече. Мы говорили о развитии территории комплексно, а не только производственной сферы. Но вот сегодня об этом поподробнее и побеседуем. Сельские территории обладают мощным экономическим, демографическим, природным и историко-культурным потенциалом. Наша задача – эффективно его использовать в интересах всей страны для достижения нового качества жизни миллионов наших граждан. Как вы знаете, 8 лет назад был дан старт национальному проекту в сфере АПК. Затем на его базе была сформирована специальная госпрограмма. Благодаря этим мерам, основанным на системном программном подходе, мы смогли добиться некоторых перемен по ряду направлений сельского хозяйства, по развитию сельского хозяйства. Создать условия для внедрения передовых технологий, притока инвестиций, строительства жилья. Мы смогли поддержать болеющих за дело специалистов, руководителей хозяйств и агрокомплексов. Прекратились разговоры, что, мол, бесполезно вкладывать средства в сельское хозяйство, в село, пресловутое словосочетание «чёрные дыра», мне кажется, уже, слава богу, ушло в прошлое. Мы на деле доказали, что при грамотной организации инвестиции начинают активно работать и дают запланированный результат. Но вы хорошо знаете, что проблем населения ещё очень-очень много. Более того, есть немало мест, где жизнь словно бы остановилась, замерла. И речь не только об опустевших деревнях, но и о густонаселённых сёлах. Их отставание от городов всё ещё значительно. Характерны очевидные диспропорции и для самой сельской местности. В одном и том же субъекте федерации могут соседствовать и перспективные, развивающиеся и деградирующие хозяйства. Сейчас на селе проживают около 37 миллионов человек. А если вы помните, в 2000 году эта цифра была 40 миллионов человек. Причём отток из сельской местности продолжается. Поселения, где живёт до 10 человек, сейчас составляют около 24%. Конечно, город во все времена был притягательным. Да, и, собственно говоря, и во всём мире этот процесс происходит, именно так, примерно, как у нас. Но сегодня деревня зачастую сама выдавливает значительную часть жителей из-за отсутствия работы, жилья, из-за плохого быта и общей невостребованности. Достаточно сказать, что средняя заработная плата на селе чуть более 14 тысяч рублей. На крупных и средних предприятиях немного больше – 17,5 тысяч рублей, что составляет 52% от средней по экономике. У нас средняя по экономике в прошлом году была почти 30 тысяч, 29, там, 900 почти что. Убеждён, что в процессе преобразования сельской жизни должны активно включаться регионы, органы местного самоуправления, сами жители. А на федеральном уровне необходимо определить финансовые и организационные механизмы достижения поставленных задач. Рабочая группа Госсовета предлагает разработать долгосрочную стратегию устойчивого развития сельских территорий. Вот под этим, как я и сказал, члены рабочей группы Госсовета и понимают как раз комплексное развитие именно территории в целом, имея в виду и социальную её составляющую. Считаю, что такой концептуальный документ действительно нужен, чтобы власти всех уровней, общественные структуры и политические партии, бизнес имели ясное представление о тех задачах, которые предстоит вместе решать и действовать, что называется, единым фронтом. При подготовке стратегии надо проанализировать всю законодательную базу, имеющую отношение к развитию сельских территорий. Учесть, что финансовая поддержка сельского хозяйства должна быть сконцентрирована на магистральных направлениях, имеющих мультипликативные значения и эффект. Это программы регионального развития, совершенствование инфраструктуры и системы страхования, это образование, научные исследования, подготовка кадров. При этом мы не должны забывать, что село для России – это не только производство продуктов питания, это свой традиционный уклад и образ жизни. Это богатство нашей культуры и самобытность многонационального народа нашей огромной страны. Эти и другие важнейшие темы недавно обсуждались в Волгограде на съезде депутатов сельских поселений. Там собрались люди, которые знают проблемы села, знают лучше, чем кто-либо другой. И рекомендации их съезда нужно обязательно учесть при разработке окончательного доведения стратегии. Коллеги, нам тоже предстоит проанализировать немало ключевых вопросов. Остановлюсь на некоторых из них. Первое – обеспеченность жильём. По сравнению с 2000 годом сельский жилищный фонд увеличился на 20%. Вроде бы это неплохой показатель, но прежде всего это увеличение происходит за счёт индивидуального сектора, площадь которого выросла от 36,2%. Но здесь значительная доля загородных домов горожан, доля сельских, собственно, сельских жителей, которые постоянно проживают на селе, здесь минимальна. Сейчас на очереди по улучшению жилищных условий стоит более 490 тысяч сельских семей. И как планируется эту задачу решать? Насколько учтены интересы сельских жителей в программе «Жильё для российской семьи»? Подчеркну, что её разработка уже завершается правительством Российской Федерации. Обо всех этих проблемах тоже нужно сегодня поговорить. Второй важный вопрос – обеспеченность инфраструктурой, в первую очередь, конечно, дорогами. Всем известно, что бездорожье – это главный бич сельской местности. Отсутствие нормальных дорог лишает людей возможности изменить жизнь, съедает, образно говоря, усилия государства по поддержке сельских территорий, тормозит развитие любой инициативы в области образования, здравоохранения, досуга. По сельским дорогам принималось немало решений, в том числе об использовании на эти цели части средств дорожных фондов. Хотел бы услышать сегодня, как они используются, как идёт эта работа, насколько эффективно исполнение этого принятого решения. И в целом, каковы перспективы решения этого ключевого для сельских территорий вопроса. Следующая тема – эффективность работы органов местного самоуправления. Знаю, что труд здесь очень непростой, нелёгкий, особенно в поселковых администрациях, где занято, как правило, всего несколько человек, которые выполняют функции и юристов, и экономистов, и бухгалтеров. И всё же при этом одни поселения успешно развиваются, а другие едва выживают, что называется. В одном поселении вовремя расчищаются дороги от снега, чтобы могла проехать скорая или пожарная, а рядом – заносы на всю зиму. Ясно, что причина здесь не только в финансовых ресурсах, которых, конечно, всегда и всем не хватает, это понятно, хотя отмечу, что районы должны в полной мере использовать своё право передавать поселениям часть поступлений от федеральных и региональных и местных налогов, и сборов. Но на практике это делается, к сожалению, крайне редко. Понятно, самим денег не хватает, самим нужны деньги для исполнения своих собственных полномочий, но бросать на произвол судьбы поселения тоже нельзя. Для рачительных хозяев муниципального и регионального уровня должно быть делом чести обеспечить порядок на своих территориях. Здесь многое зависит от руководства органов местного управления, от их неравнодушного отношения к делу, от способности организовать жителей для решения насущных проблем, поддержать инициативных людей. Главы местных администраций и их команды должны быть, что называется, всегда на связи. Гонор, снобизм, начальственный раж ещё никому не приносили пользы. Тем более на селе, где все друг друга знают и всегда оценят открытость, заботу, работу на общее благо. У нас уже немало примеров, когда в сельской местности вдали от райцентров появляются поселения нового типа с развитой производственной, инженерной и социальной инфраструктурой. Повторяю, таких примеров становится всё больше и больше. Такой опыт, конечно, нужно обобщать и распространять. Но одно понятно и без изучения передового опыта и методик. Территория возрождается там, где живут неравнодушные люди, и есть активная поддержка местной администрации. Ещё один важный вопрос, напрямую связанный с предыдущим, – это развитие предпринимательства на селе. Перечислять уже принятые меры поддержки малого-среднего бизнеса можно долго, я сейчас не буду этого делать. Более острая проблема заключается в том, как можно о них, об этих мерах поддержки узнать, насколько доходчива, насколько доступна эта информация для людей, которые собираются заниматься предпринимательством. Ведь, чего греха таить, это не только наша беда, это во всём мире так происходит, но, тем не менее, это так. Чтобы понять, что же написано в некоторых законах и подзаконных актах, нужно перевести для нормального человека всё, что там написано, с юридического на бытовой русский язык. Причём перевод этот должен осуществляться высококлассными специалистами, иначе там вообще не разобраться невозможно. Считаю, что в органах местного самоуправления должен быть сотрудник, обязанность которого разъяснять и помогать начинающим бизнесменам. Формально такие структуры, конечно, во многих структурах есть, во многих муниципалитетах есть, только малый бизнес толком, к сожалению, не развивается на селе. До людей информация доходит очень слабо. Регионам пора взять этот вопрос под свой контроль и наладить эффективную работу по поддержке тех граждан, которые хотели бы заняться предпринимательством. Должен сказать, уверен, что и к вам приходит немало писем, и до меня доходит тоже достаточное количество, где люди жалуются как раз на невозможность получить нужную информацию и вовремя. При таком положении дел село будет поднять очень сложно, обращая ваше внимание на эту, в принципе, абсолютно решаемую, можно сказать, бюрократическую проблему. Отмечу также, что остаётся невостребованным туристический и рекреационный потенциал сельских территорий. Правительству нужно детально проработать условия и механизмы, которые бы позволили привлечь в эти сферы инвесторов. Кроме того, прошу уделить внимание и системному развитию кооперации. А также подготовить предложения по созданию банковских продуктов, ориентированных на поддержку малого и среднего бизнеса на селе, в том числе в социально-бытовой сфере, имея в виду и парикмахерские, и кафе, и небольшие гостиницы. Всё это нужно не только сельским жителям, но и для развития внутреннего туризма в стране в целом. Однако на такие проекты невозможно сегодня получить доступных кредитов. Считаю, что, и обращая внимание наших коллег, которые работают в финансовой сфере, Центральный банк, Министерство финансов, которые напрямую с банками работают, нужно предпринять все усилия для того, чтобы ситуацию изменить в этом направлении, кредитовать не только производственные, но и социальные проекты. Они могут быть вполне окупаемыми. Важно также организовать для предпринимателей специальную консультативную помощь. Несколько слов о привлечении молодёжи для работы в сельских территориях. Здесь необходимо выстроить комплексную систему поддержки, выплату подъёмных, достойную заработную плату, представление жилья, дополнительные социальные услуги. Я знаю, что во многих регионах эта работа проводится, и нужно здесь тоже ориентироваться на самые лучшие практики. В период реализации нацпроектов такой подход полностью себя оправдал. Это начинание надо, безусловно, поддержать и дальше. Знаю, что некоторые из них уже самостоятельно организовали такую работу, некоторые территории, некоторые регионы. Нужно, повторяю это, тиражировать, тем более, что практика положительная, молодёжь едет в такие территории. Прошу правительства обобщить все эти практики и познакомить с ними руководителей субъектов Федерации там, где этого ещё не сделано. Рассчитываю, что этот опыт будет востребован и в большинстве регионов Российской Федерации в целом. По большому счёту, в городе тоже жизнь не без проблем. И когда на селе для молодых специалистов предлагаются более привлекательные условия, они осознанно выбирают сельские территории. Уважаемые коллеги, нам предстоит обсудить вопросы, которые уже не раз поднимались на различных совещаниях, заседаниях, советах и так далее. Принято немало мер, есть и положительные, как я говорил, результаты достижения, о них уже тоже немало сказано. Прошу сегодня уделить внимание приоритетным направлениям, тем проблемам, решение которых будет способствовать устойчивому развитию сельских территорий. И в завершение, вот как бы мы много ни говорили о развитии села, этого всегда будет недостаточно. Мы будем возвращаться к этому снова и снова, будем постоянно держать это под контроль. Продолжение следует...